В продолжение темы. Помимо всего прочего, во время отчета о проделанной за прошедший год работе, большое внимание было уделено подведению итогов по комплексному благоустройству дворовых территорий и созданию парковочных мест в городе. О важности этой задачи в своем ежегодном программном обращении говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил успешность реализации данной программы и призвал муниципальную власть в 2017 году усилить взаимодействие с жителями. Руководитель региона уверен, что только тесная коммуникация с населением поможет грамотно благоустроить дворы области. И этот вектор работы давно взят на вооружение в Ленинском районе. Министерство ЖКХ отметило нас как один из первых муниципалитетов Московской области, когда нам удалось не просто встретиться с жителями, а согласовать в письменном виде схемы благоустройства, разместить готовые схемы на сайтах и администрации города и района. Но, тем не менее, мы до сих пор продолжаем встречи, слушаем внимательно жителей. Я уверен, что жители примут активное участие во время выполнения работы. В 2016 году в Видном было благоустроено 39 территорий многоквартирных домов. В ходе комплексного благоустройства удалось реализовать все шесть элементов, заложенных стандартами Московской области. А это обязательное наличие современной детской площадки, освещения, информационного стенда, парковки, контейнерной зоны, а также озеленения. И если губернатор ставит задачу о благоустройстве 10% дворовых территорий в год, то в Видном благоустроено 16, а по всему Ленинскому району цифра еще больше. Мы сохраняем темп. В любом случае мы укладываемся в поручения губернатора, то есть 10% дворовых территорий у нас будет благоустроено. И, конечно же, планово-традиционно корректировки, которые у нас проходят по итогам первого квартала, мы планируем также на большее количество территорий зайти, чем в начале года у нас сейчас стоит в планах. На этот год планы еще грандиознее. Только в Видном будет отремонтировано порядка 80 домов. К работам обещают приступить уже в апреле.